Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание, за ваше доверие. Не забудьте этому видео поставить лайк, подписаться на канал и, конечно же, пишите ваши вопросы или комментарии. Это можно сделать и во время эфира, это можно сделать и в начале, и в конце, по вашему желанию. Главное, это сделайте. Друзья, традиционно среда у нас 13 часов по киевскому времени, 13.03. И я рад приветствовать Дмитрия Спивак с нами на связи. Дмитрий, здравствуйте! Да, здравствуй, Эдуард, приветствую тебя, приветствую наших традиционных зрителей по средам, приветствую всех зрителей Политеки и тех, кто с Киевстаром, и тех, кто без него, и тех, кому интересует шесть станций метро города Киева и всех остальных. Извини, это я так иронизирую, вот, к чему иронизирую, потому что у меня, у членов моей семьи, у всех киевиста, поэтому у нас веселуха такая уже вторые сутки, и задумываешься, знаешь, о чем? Вот куда ведет это всемирное безумие компьютеризации? Куда вот оно все придет? Вот одна кнопка, да, и не важно, это хакерская атака русских спецслужб, или авария, или какая-то ошибка. Сейчас не об этом, сейчас идет речь о том, что вот все, в один момент, и все заканчивается. Поэтому, я уж не знаю, мы там уже, краина в смартфоне, или еще только на пути, значит, наша Минцифра молчит, но, слава богу, можно из тумбочки достать старые добрые документы, значит, без всякой див, пластики, вот, и главное, друзья, всегда имейте с собой кэш, вот, потому что может пригодиться, когда нужно купить хлеб, а карточки не работают. Ну, как бы так, не знаю, что я всем этим хотел сказать, надеюсь, что все это восстановят. А, я могу, знаешь, если пофилософствовать, то, представляешь, Эдуард, вот, вся эта компьютеризация, а что там в космосе, а как там спутники, а самолеты, а все эти программы, а энергообеспечение, а все эти, значит, испытания плохого оружия, вот, когда читаешь там новость, да, там, кто-то там, не знаю, русские КНДР, не имеет значения. Испытывают там какие-то межконтинентальные вот эти дуры разрушительные. Откуда-то они выходят, где-то там в космосе они должны саморазрушаться. А если кнопка какая-то подведет, а если она в другую сторону, ну, катастрофа. Просто пример вот того, что произошло с Киевстаром, и пример того, насколько это влияет на нашу жизнь, насколько мы становимся, грубо говоря, беспомощными, да, когда рухнет вот та или иная программа. То начинаешь задумываться, нам еще только искусственного интеллекта не хватает, и все будет хорошо. Мы тут, наверное, со своим не можем справиться, а нам еще искусственные хотят подбросить. Помнишь, как у Михаила Жванецкого, когда ты без мозгов, куда бы ты ни шел, получается, вперед. Вот, чтобы у нас с этими программами так не получилось. Ладно, давай. Да, я просто скажу одно из высказываний Винни-Пуха, что если я не знаю, куда я иду, то я могу туда прийти любыми путями. Он, по-моему, так примерно говорит. Сто процентов, абсолютно сто процентов, да. Ну, кстати, мы с вами о веселухе поговорим, не только о веселухе цифровизации, но и о всемирной веселухе, то, что мы наблюдаем сейчас. И, конечно же, мы начнем с вами с приезда Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. И вкратце можно это описать так, что Байден сейчас поменял риторику по поводу помощи Украине на пресс-конференции с Зеленским, так отмечает СНН. Байден не смог пообещать успехов переговоры с республиканцами по выделению средств для Украины. Сказал, не обещаю, но надеюсь, что будет. Также мы видели яркие эмоции. Байден рассмеялся в ответ на вопрос о том, хочет ли он победы Украины. Но там есть несколько версий, кто-то говорит, что это он попросту не услышал и засмеялся в ответ журналистам. Но вот и красноречивая эмоция Владимира Зеленского. Журналистка Bloomberg сообщает, что президент Украины не ответил на ее вопрос о том, сможет ли Украина победить без дополнительной помощи США. Он ответил молчанием, слегка пожал плечами. Мне кажется, что это довольно красноречивый ответ. Ну и в целом, Дмитрий, что вы думаете? Кто-то говорит, что это такой спланированный, но кризисный менеджмент. Глядя на те встречи президента, кроме, скажем так, Байдена, они довольно, мне кажется, отличались от предыдущих визитов в Соединенные Штаты Америки Зеленского. И насколько эти встречи могут повлиять на то, какую поддержку будет иметь Украину? Первое. Был ли важен этот визит президента Украины в Америку после его визита в Аргентину? Ответ однозначный, безусловно, да. И здесь не нужно иметь двух мнений. Более того, я думаю, что оппозиция, не оппозиция, кто критикует власть, не критикует, неважно. В данном конкретном случае, я думаю, все должны объединиться, что этот визит был очень важный со стратегической точки зрения. И даже не столь важны его результаты, которые можно было, к сожалению, прогнозировать. Какое-то очень важно с точки зрения осознания трендов, которые происходят сегодня в мире. Они меняются. А вслед за изменяющимися трендами меняются и отношения, меняются дипломатические кивоки, меняется, так сказать, информационная подоплека этих визитов, меняется тон всего того, что там происходит и в открытом режиме, и в публичном пространстве, и в закулисном пространстве. Но, тем не менее, этот визит был важный, потому что под лежачий камень вода не течет. Мы, безусловно, нуждаемся в дополнительных деньгах, даже кредитных. Мы, безусловно, не можем воевать без западного вооружения. Ну, чего тут греха таить? Причины сейчас не будем, все они нам известны. Здесь и наша вина есть, и тотальная коррупция последних 15 лет, и уничтожение военно-промышленного комплекса, огромного сумасшедшего потенциала. Мы, вон, за пять лет правления Порошенко патронного завода не смогли построить, хотя люди 125 миллиардов уплатили только военного сбора с 2014 по 2020 год. Патронного завода мы не построили. И, конечно, когда ты воюешь и отстаиваешь свою землю, и воюешь против России, да, и зависим от каждого снаряда, от Америки, Германии, там, и союзников, то в 22-м это выглядело прилично, потому что ты получал эту помощь и так далее. А сегодня поменялись тренды, и ты не понимаешь, а как же тебе дальше-то воевать, когда твоя экономика не на военных рельсах, а экономика России на военных рельсах. Когда они в два раза увеличили производство танков, бронетехники и так далее, когда делают производство и ракет, и дронов, и модернизируют дроны, и не только ламсеты и так далее, и системы ПВО, об этом пишет и Запад. И поэтому, конечно, это была попытка Владимира Зеленского убедить республиканцев, а именно они сегодня являются, да, ну, как бы преградой на пути к выделению, там, очередных траншек, очередных, там, пакетов военной помощи, финансовой и так далее. И эта попытка обязательно была нужна. Но теперь вторая часть Морализонского балета. Изменился ли тон? И ты говоришь, изменился тон Байдена, месседжи Байдена. Ну, об этом вся пресса пишет. Тон приема изменился, да, вот от восторженного приема и аплодисментов 2022. Сегодня все очень скромно, достаточно охлажденно, прохладно. И в этом, виной этому являются несколько факторов, объективных, субъективных, объективные факторы. Ближний Восток горит, потушить пока не удается. Более того, с каждой новой резолюцией Совета безопасности, резолюции ООН, мы видим, что все больше и больше такая антиамериканская, антиизраильская риторика. Вот недавняя резолюция опять проголосована за прекращение там огня. А это как бы больше пропалестинская, антиизраильская история. Так вот, эту резолюцию уже поддержали прямые как бы партнеры Вашингтона. Я имею в виду Канаду, Японию, Австрию. То есть там как бы надвигается нехорошая ситуация в мире. Сформирована такая антиамериканская, антиизраильская повестка дня. И Вашингтоне пока не понимают, что с этим делать. Вот эта ось зла, которую назвали в Вашингтоне, Пекин, Москва, Тегеран, продолжает наращивать мускулы. Путин побывал в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии. Очень успешно побывал, там ему оказали царский прием. Причем сделали это показательно, чтобы в Америке видели. То есть можно сказать, что БРИКС, опираясь на нефть Ближнего Востока, и вот эта ось зла, Пекин, Москва, Тегеран, все больше и больше не дает покоя Вашингтону. А что с этим делать, пока не понимают. То есть вот это первый фактор изменившегося тона по отношению к Украине. Ну второй фактор, это начало. Нам не повезло, что в Америке начинается избирательная кампания. И тон и месседжи всех политиков американских, Эдуард, всех демократов, республиканцев, будет зависеть прежде всего от конъюнктуры мировой. А она сейчас не в пользу Украины уже. Любая социология тебе показывает, и европейская, и американская социология, что увеличивается количество людей, которые считают, что тут надо все заканчивать, и что надо уменьшать помощь Украине и так далее. Этих трендов не было год тому назад. И, конечно, политики свои все решения, месседжи и обращения публичные будут опираться на социологию внутреннюю. Внутренняя социология такая, что 65% республиканцев, то есть граждан Америки, которые голосуют за республиканцев, против увеличения поддержки Украины. 65% республиканцев. Ну и общая там почти половина Соединенных Штатов, 48%. То есть понятно, что это дает основание республиканцам продолжать давить на Байдена, продолжать играть в эту игру. И они понимают, что они опираются на фундамент своего избирателя, что это для них благодатная почва. И они пытаются это выбить из-под Байдена. А что для него сегодня важно, да? Помимо того, что у Байдена проблемы на Ближнем Востоке, у Байдена проблемы в Украине, потому что, значит, Украина не достигла ожидаемых кем-то результатов. Уж не знаю, на основании чего это ожидалось, но тем не менее. Ну и второе, коррупция, коррупция, коррупция. Все эти коррупционные скандалы, о которых пишет уже международная пресса, и это не спрячешь, тоже не добавляет оптимизма. И вот республиканцы заняли вот такую позицию, выбивая из-под Байдена еще несколько его электоральных стульев. Я имею в виду границу с Мексикой, значит, реформу миграционную. Почему для Белого дома это важно? И почему они пока не идут с республиканцами на договорняк? Потому что среди мигрантов очень высокий уровень доверия именно к Байдену. А пойдя республиканцам на уступки и выделяя деньги не только Израилю и Украине, но и начиная реформу миграционную, пограничную, именно Байден, именно демократы теряют определенный процент своей электоральной поддержки. А это и так уже не в пользу Байдену, потому что последняя социология говорит, что Трамп опережает Байдена на 2%, а если участие будет принимать еще и Кеннеди-младший, как самовыдвиженец независимый, то Трамп опережает Байдена на 5%. То есть это тенденция. И, конечно, Белый дом, Госдеп, Джозеф Байден, ну ищут, ищут варианты решения вопроса. Ну а республиканцам что? Время играет на них, им не надо принимать никаких решений, а не оппозиция. То есть, несмотря на то, что в Палате представителей их большинство, но в принципе-то они же в оппозиции к Джозефу Байдену. И поэтому, к сожалению, надо признать, что Байден, понимая все это, конечно, изменил риторику. То есть многие СМИ вот отметили, я себе выписал, что раньше риторика Байдена какова была, что мы будем вам помогать столько, сколько потребуется. Сегодня она другая. Мы будем вам помогать столько, сколько получится, сколько, сколько это будет возможным, пишет CNN. Значит, это что касается Байдена. Дальше там обратили внимание, что там хочет ли он победы Украины, или, так сказать, как там была сформирована победа Украины, или не победа России, как-то так. В общем, на все эти ответы в Вашингтоне стали очень с трудом, на все эти вопросы с трудом подбирать ответы. Ну вот CNN дальше пишет, что Владимир Зеленский дал понять, насколько Украина нуждается в США, но что там, если не будет помощи, то начнется партизанская война, на истощение, на уничтожение. Так в Америке расценили это как намек, там на Афганистан, Ирак и так далее. Не очень приятные воспоминания для Америки, поэтому многие эксперты считают, что, может быть, и не нужно было проводить такие параллели, а, может быть, и нужно. А что нам еще остается делать, если республиканцы остаются непоколебимыми? И не удалось их там расшатать, убедить, переубедить, разжалобить, но не удалось. Об этом говорит и Майк Джонсон, спикер палаты представителей. Более того, они живут в своей парадигме, они там собираются сейчас начинать процедуру импичмена Байдену, по его сыну Хантеру, там какие-то деньги, коррупция, опять там след идет в Украину, к этой компании Бурисма и так далее. Поэтому, смотри, политически нам не удалось, надо признать Владимиру Зеленскому, и он это понимает, и прием был более холодный, не такой торжественный, потому что изменился тренд. Все, на Западе уже тоже пытаются найти выход из сложившейся ситуации, видя, что ну как бы вот сколько бы тут не помогать, а Европа плачет, что не надо уже тут всю эту подливать масло в огонь, потому что каждый день войны в Украине ослабляет Европу прежде всего. Не так в Соединенные Штаты Америки, там все хорошо, нормально все. Они зарабатывают деньги на любой войне, их военно-промышленный комплекс зарабатывает на любой войне. Любые пакеты помощи, выделяемые для Украины, 90% остаются в экономике Америки, поэтому они не стесняясь говорят, что инвестиция в Украину это классная штука. То есть у американской экономики все в порядке, но они же не могут жить отдельно от всего мира. Они же не могут жить отдельно от интересов своих европейских партнеров, а там плач Ярославы, там Ярославы, там стоны, там слезы, там сопли, потому что Европа стагнирует, потому что проблемы в Европе экономические от разрыва их связи с Россией. И они очень хотят закончить войну в Украине, чтобы восстановить связь с Россией, в том числе в энергетическом секторе. Все это вместе, конечно, меняет тон, тональность, так сказать, дух встреч и так далее. Ну а то, что среди трампистов к нам и так было всегда такое отношение, мы это знаем. Единственный, как бы, осязаемый такой результат, положительный, что нам выделяют сейчас помощь, значит, Байдена 200 миллионов, но это ни о чем, так как говорится, поддержать себя до Нового года. Из позитивного могу вот что сказать. Мы не останемся без вооружения, и мы не останемся без кредитных денег. Найдут они деньги, неважно, это будет до Нового года или сразу после Нового года. Я думаю, что и резервы есть у Белого дома, и по программам президента он может выделять там вооружение собственных запасов со складов Пентагона. Многие называют цифру, что есть у Байдена возможность на 4,5 миллиарда выделять нам каких-то боеприпасов, надеясь на будущее принятие пакета помощи, чтобы потом возмещать и так далее. То есть, мы не останемся без патронов, без систем ПВО и так далее. Вообще мы не останемся. Потому что Вашингтон, какие бы там ни были разборки между партийными, они же едины в одном. То есть Вашингтон, Америка едина в одном. Они понимают, что они не имеют права допустить тотального проигрыша Украины, да, и победоносного шествия Путина. Потому что для них это будет геополитическое поражение. Вот этого они допустить не могут. Поэтому тут, я думаю, придут они к компромиссу. Байден где-то уступит республиканцам вопрос с границей и тем самым разблокирует принятие пакета помощи для Израиля и для Украины. Это будет там январь. Дальше как оно будет? Что за деньги? Какие деньги? Где они останутся? Я уже сказал, что 90% этих всех денег, которые как бы будут в пакете для Украины, все равно останутся в экономике Соединенных Штатов Америки. Вот. Поэтому это что касается итогов визита. Если сделать вывод такой глобальный, то для нас это должно стать уроком, Эдуард, потому что думаю, что Владимир Зеленский, возвращаясь назад, отчетливо понимает, что надо менять что-то и в риторике, и в речах, и в месседжах, и в отношениях, потому что изменились тренды и мы не вернемся уже в тренд взаимоотношений Вашингтона и Киева в середину 22-го года. Вот не вернемся. Это будет уже что-то иное. И мы должны быть готовы что-то предлагать мы должны. Мы должны выходить не только с просьбами, с требованиями, даже где-то с шантажом, что не поможете нам победить Путин, и значит вы проиграли тогда. С каждым днем это будет работать все меньше и меньше. Мы должны выходить, на мой взгляд, с какими-то предложениями и интересными для западных партнеров, в том числе европейских партнеров. Это первое. Второе. Я думаю, мы должны, на мой взгляд, усилить сейчас вот этот диалог, который только начался, о возможном вооружении Украины в совместных проектах с большими и крупными оружейными компаниями и корпорациями. До Зеленского, что туда летал Ермак, а полтора месяца тому назад в Киеве был оборонный форум. То есть пошла речь о том, что Запад, понимая, что в НАТО они нас не берут и не возьмут и не брали. И понимая, что никаких гарантий особых безопасности они нам дать не могут напрямую. То есть воевать они с Россией не будут из-за нас и вместе с нами не будут воевать с Россией. И они об этом говорили много раз и повторяют много раз. Ну вот придумана была такая схема, что, мол, гарантии безопасности дадут нам страны G7 и будут, значит, нас вооружать. Это классная штука. Я говорю это без иронии. Нам будет одним сложно восстановить весь потенциал собственного военно-промышленного комплекса, потому что все раскрадено, все украдено и все разбазарено за эти там 15-20 лет. Когда-то у нас все было. Кстати, нас одинаково разоружали и американцы, и россияне. Чтобы было понятно, что друзья, что недруги. Сильная Украина не нужна никому, ни друзьям, ни недругам. Это для зрителей, для тех, кто в розовых очках, для всех розовых пони. Почитайте историю. 98-й год, после Будапештского китка 94-го года, уже в 98-м, соглашение американцев с Украиной, и нас разоружают. Несколько десятков стратегических тяжелых бомбардировщиков, более тысячи ракет, в том числе баллистика. Да до хрена у нас всего было. Не нужно Америке такая мощная Украина с таким мощным военно-промышленком. И пуском не нужно. Поэтому что-то отдавали по партеру за газ, что-то за кредиты, что-то уничтожали, что-то разрезали на металлуром уже даже при Ющенко. То есть в течение с 98-го по 2006-й, за 8-9 может быть лет, Украину полностью разоружили от всего того мощнейшего потенциала, который остался после Советского Союза. А теперь подумайте, кто там друзья, не друзья, что такое геополитика, что такое интересы национальные, кто во что играет, кем играет, нужна ли Украина сильная или нужна ли Украина зависимая. Другое дело, что за Украину всегда идет геополитическая схватка между тем, от кого будет Украина зависима. Вот русские с американцами и бодаются уже 20 лет за нас с вами. Единственное, американцы это делают хитрее, умнее, тоньше, и в конце концов не они на нас напали, а Путин пошел широкомасштабным наступлением на Украину и начал войну. Никто даже не мог себе представить, что такое возможно. И сотни тысяч людей погибают сегодня. Но вот эти разборки геополитические даже в мирное время предыдущих десятилетий оно было именно таким. И надо задуматься, а напал бы Путин на Украину, если бы у нас сейчас было тысячи ракет, десятки бомбардировщиков, снаряды, патроны, танки, вот напал бы он на такую Украину или нет? Сомневаюсь, я что напал бы. Вот и думайте, кому же мы должны сказать спасибо за наше счастливое завтра, вернее сегодня, и за то, что нас всем миром разоружали. Это я не говорю про то, что нас заставили отказаться от ядерного оружия, это вообще отдельная история. А потом приезжает Борис Джонсон и говорит, давайте будем просто воевать. Ну вот, мы воюем полтора года, где Борис Джонсон знает только он и члены его семьи. Понятно? У него все хорошо, а вот у нас как бы есть вопросы. Если давайте будем воевать, то давайте нам будем давать самолеты, вертолеты, значит, атакмусы, ракеты, ПВО. Ну давайте, если давайте будем воевать. Вот. А просто сказать, развернуться, похлопать нас по плечу и уехать, а украинцы гибнут, а экономика гибнет, такое себе дело. Поэтому, знаешь, Эдуард, когда вот Запад, типа, демонстрирует свою разочарованность, что вот Украина не достигла ожидаемых на Западе результатов контрнаступления, я часть вины перекладываю на Запад. Ну, когда российская армия бежала, была полностью дезорганизована, демотивирована, из Киева уж мы их заставили уйти, значит, Чернигов, Сумы, блестящая Харьковская операция в 22-м году, август, да, потом там Херсон, ну, там полный раздрай, дайте нам все необходимое, мы закончили бы войну, а нет, они дали, а сделали 10-месячную паузу, русские тоже же не пацаны зеленые, там умеют, так сказать, учиться на своих ошибках, и за 10 месяцев они перестроили свое управление, тактическое, стратегическое, провели мобилизацию, построили 3-4 ряда обороны, научились обходить санкции, увеличили свое производство, поставили свою экономику на военные рельсы, углубили партнерские связи со странами глобального юга, Ближнего Востока, Китая, Миндии и так далее, 600 миллиардов заработали только на нефти, то есть это же Америка дала эти 10 месяцев России полностью перестроиться, а сегодня они говорят, ай-яй-яй, как же так, а что же это Украина вы как бы не достигли, да вон даже генерал Бен Ходжес, да, говорит, что, а как можно достигнуть результатов без паритета в воздухе, наши бы, говорит, солдаты американские бы не пошли в контрнаступление, ну как без поддержки в воздухе, как можно отвоевывать такие значительные территории, понимают ли это в Пентагоне, понимают, Эдуард, почему так поступили, зрада, не зрада, нет здесь зрады, просто поступают исходя из собственной доктрины, исходя из собственных национальных интересов, потому что каждый день войны в Украине истощает Россию, их потенциального противника, а это и есть главная задача Америки, вывести Россию из определенных рынков, из определенных сфер влияния, влияния, опустошить российскую, так сказать, экономику, склады, запасы и так далее, вот задача и цель Америки, они ее достигли, в чем ошиблись, ошиблись в том, что рассчитывали, что российская экономика рухнет, ошиблись в Вашингтоне в том, что сильно понадеялись на эти санкционные пакеты западные, что они уничтожат Россию, ну и что Украина пойдет и дальше, как после Харькова, пойдет гнать их всех до Воронежа, ну и ошиблись они с некими нами военными рекомендациями, о чем сначала написал Залужный, а вот недавно подтвердил в интервью BBC, по-моему, если я не ошибаюсь, секретарь РНБО Данилов, когда сказал, что учебники НАТО тоже устаревают и надо их тоже в архив, то есть мы же действовали как бы в общем-то по их указке, по их советам, по их каким-то алгоритмам, как там надо наступать, что надо делать, где и как, но оказалось, что россияне к этому абсолютно готовы, нам не удалось добиться серьезных прорывов по всей линии фронта. Вот общая такая тональность всего того, что происходило в Вашингтоне, вот она как бы из-за всех вот этих факторов. Поэтому мы не должны как бы посыпать голову пеплом. Я об этих возможных результатах говорю уже полгода и непонятно, почему это считается зрадой и, так сказать, расшатыванием лодки. Я говорю правду, я говорю анализ, аналитику, исходя из знаний, знаний истории, знаний военной доктрины Америки, знаний ситуации на Ближнем Востоке, просто исходя из понимания и умения прогнозировать, как будут развиваться события дальше. Я делал такие выводы и вот сейчас мы видим, что я оказался прав. Что дальше? Дальше в течение первого полугодия 24-го года, когда в Америке определятся два кандидата от демократа и республиканцев, а может быть в гонку вступит еще и Кеннеди как самовыдвиженец, дальше Китай, Россия, Иран, дальше нефть посмотрим, но мир и Вашингтон в том числе будет искать варианты, как с выгодой для своей внешней политики и для собственных интересов, как закончить, в каком формате начать какие-то мирные переговоры в Украине, так, чтобы не дать возможность Путину продемонстрировать себя победителем. Кстати, о Путине на Западе дают себе отчет, что это тоже их ошибка стратегическая, а они все-таки надеялись, что Путина удастся, что удастся расшатать кресло под ним, что вообще удастся в России расшатать ситуацию после пораженческих вещей для них. Да, ты ж вспомни, их доминирование в Черном море мы пошатнули, мифы развеяли, и Киев они не взяли, и бежали из Киева, и дальше наши дроны, и ракеты, так сказать, и Крым, и Севастопольская бухта, и корабли, и, так сказать, да, и дроны на территории России, то есть, короче говоря, на Западе считали и не безосновательно, что вот сейчас там забурлит внутри России, начнут там броуновское движение башни Кремля, недовольные Путинами, что он втянул страну в войну, в санкции, и так далее, и что его заменят. Ну, после Пригожина все, все эти мысли как бы закончились, весь Запад видит, что ну, все люди смертные, если ничего не произойдет, Путин выиграет выборы 17 марта, еще более укрепив свою власть, оппозиции сейчас нет, мы ее не слышим, не видим, после Пригожина все испугались, олигархи российские очень хорошо себя чувствуют, их, значит, благосостояние растет, по оценкам западных изданий, парадоксальная история, вроде там санкции, а бабло здесь растет, по-моему, на несколько миллиардов выросло состояние там первые десятки Форбса, экономика российская справилась, нефть продается, газ продается, алмазы, сжиженный газ, ядерное топливо и так далее, да, они потеряли 80% европейского рынка, но переориентировались на азиатский рынок, так называемый нерукопожатый Путин принимается в арабском мире на ура, как вообще с царским приемом, с Си Цзиньпинем продолжают углублять отношения, да, Путин младший партнер Китая, да, Китай пользуется Россией, какая разница, но он помогает России, и Китай строит свою коалицию, свою империю с участием стран глобального юга, которые, эти страны глобального юга, нуждаются в России, в российском, не знаю, пшенице, ячмене, удобрении, топливе, не знаю, алмазах, пушнине, лесе, газе, нефтепродуктах и так далее, Россия научилась выживать и жить внутри санкций. Европа, чувствуя это, что эти санкции бьют уже скорее по ним, чем по России, яркий пример, тебе 12 пакет, я себе вот написал, что ЕС смягчил, собирались ужесточить, но не получилось, смягчил пакет, 12 пакет санкций, значит, куда-то оттуда исчезло запрет на продажу танкеров поддержанных, ну и там есть еще ряд моментов, в общем, смягчают они, смягчают, не для Путина смягчают, для себя, то есть, вот то, что я сейчас зачитал, это касается многих стран-участников ЕС, и поэтому они понимают, что, ну что же дальше-то, куда дальше биться, ну допустим, все, вот мы просим, требуем, вот давайте санкции против атомной энергетики России, не могут, я много раз говорил, Франция не может, она потеряла Нигер, Франция, и поэтому, а где им брать все необходимое для собственной атомной энергетики? У России, поэтому ничего не получится, и Европа никогда не пойдет против собственных интересов, и Америка не пойдет против собственных интересов, вот и получается, что нам помогают только на каком-то уровне, а про НАТО я уже сказал, ну а ЕС это вообще отдельная картинка, мы же сейчас с Эдуардом находимся в преддверии слета, саммита, встречи, глав ЕС и так далее, и так далее, стран, пригласят нас поговорить официально или нет, я для зрителей хочу сказать, что речь же идет о том, что получим ли мы сейчас приглашение не вступить в ЕС, а приглашение начать диалог о вступлении в ЕС, и даже тут проблема, Венгрия, Словакия, вдруг Австрия говорит, рано вато, что это мы тут даем поблажку Украине, это только о начале диалога, а сколько может диалог быть, спросите у турков, спросите у балканских стран, поэтому я как раз за то, чтобы мы вошли в ЕС и стали частью единой европейской системы, потому что это и есть европейские ценности, это свобода слова, это отсутствие государственной цензуры, это свобода передвижения, это демократия, это отсутствие охоты на ведьм, это свободное высказывание своих взглядов и позиций, и тебя в этом никто не обвиняет, что ты там взрадный, это свободная конкуренция, то есть я за все это, я за право, я за закон, я за юриспруденцию, я за борьбу с коррупцией, я за неотвратимость покарания за преступления, ну и главное, я за свободу, а свобода это Европа, потому что это демократия, то есть я за вступление Украины в ЕС, но нам пока это не светит в ближайшие годы, единственное, если будет большая сделка в 25-м году, большая сделка, то нам могут как бы дать такой карт-блаш на вступление в ближайшие годы в ЕС, в обмен, вот это самая неприятная вещь, в обмен на что, с чем мы должны смириться, с чем мы должны согласиться, или что кому мы должны уступить и так далее, то есть европейская политика также прагматична, и дело не только в Венграх, вот уже и Словакия, и Австрия, кстати, Испания увеличила закупку, значит, газа российского в 6 раз, что испанское правительство полюбило Путина, да нет, просто им нужен газ, им не хватает газа по необходимой для их экономики цене, а русские дают им этот газ по политической цене, вот и все, такая же история у немцев и у французов будет, тренд поменялся, Эдуард, а мы не достигли военных ожидаемых результатов, вот все и задумались, а что дальше, мол, если даже ваш главком пишет, что тупик, и вся западная пресса пишет, что на фронте тупик, ни одна из сторон не имеет сил, возможностей и ресурсов провести победоносное большое наступление, ни русские, как бы, ни украинцы, вот и, так сказать, подливает это все, а тут еще Маск, есть такой Айлон Маск, который говорит, да-да, ну что, Украине придется отдать там территории, и то лучше сейчас, потом это будет больше, пишет Маск, а как ты понимаешь, Илон Маск, это же не пациент сумасшедшего дома, и не просто бизнесмен, это лом мирового масштаба, это человек, который отражает взгляды определенной части политического эстеблишмента американского, он не просто так это говорит, да, он ближе к республиканцам, но он говорит позицию, которая сегодня вот-вот попадает на благодатную почву, потому что американский избиратель, налогоплательщик, европейский избиратель, налогоплательщик, с каждым днем начинает все громче задавать вопросы своим властям, а почему мы собственно должны страдать, цены растут, инфляция растут, энергоносители растут из-за помощи в Украине, ну почему мы, а там мол коррупция, посмотрите сколько воруют в Украине, и так далее, и так далее, то есть вот такие настроения начинают обмудоражиться, и такой Илон Маск плохую услугу нам делает, это отрицательные штуковины, месседжи, но они не на ровном месте, не на пустом месте возникают, вот в этом мы тоже должны сами разобраться. А вот кстати по поводу Европы я вас еще хотел спросить, в Польше новый премьер, им стал скажем так давний друг Украины, как по информации можно это сделать вывод, Дональд Туск, и потеплеет ли теперь заметно охладевшие в последнее время отношения между Киевом и Варшавой, по вашему мнению? Судя по всему, мы украинцы безнадежны, я не знаю, сколько нужно еще раз наступить на грабли, чтобы уже сбить себе лоб окончательно, может быть, может быть это станет урок, уже Туск друг Украины, так Моровецкий же был друг Украины, мы же восхищались этим всем, первые полгода, а потом кричим ай-яй-яй, что ты блокируешь нам, слушайте, да нет Украины, в геополитике нет друзей, но давайте не спеши, да у Туска другая позиция, да я думаю удастся сейчас разблокировать какие-то вопросы, но Туск никогда не будет действовать в разрез с интересами польской экономики, польского фермерства, польских переводчиков, польских финансистов, польских промышленников, не будет Туск действовать ради Украины против собственных интересов, поэтому перестаньте вот это, вот Туск пришел, все, новый наш друг, сколько можно примеров, у меня вопрос сейчас, так Эрдоган наш друг или Путина друг, так Борис Джонсон наш друг или не друг, ну-ка, ну вот приехал, уехал, а потом еще говорит, да, все, говорит он русофил, признался, что Борис Джонсон, ты же помнишь, да, он признался, что он обожает русский язык, красивый, русскую литературу, искусство, и то же самое с польским Туском, он другой политик, он, да, он будет отражать где-то интересы, то есть где-то это совпадет больше с украинскими интересами на каком-то этапе, но он будет действовать исходя из польских интересов, пойдет, будет, совпадут эти интересы на каком-то этапе, будет хорошо, у меня только один вопрос, а Украине кто-нибудь компенсирует все потерянное под миллиард долларов или евро, ну вот за все предыдущие месяцы блокирования экспорта нашей сельскост продукции, за вот все, что происходило на границах, перевозчики, товары, да, экспорт, импорт, ну кто-нибудь нам возместит, Польша, я предлагаю варианты, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз из своих фондов, хоть кто-нибудь об этом вообще заявляет, тишина, блин, гробовая тишина, чего все молчите, ребят, скажите мне, вы не собираетесь нам помочь и компенсировать, а где же нам найти этот потерянный миллиард, а мы уже готовы поаплодировать, да что же мы за страна такая, которая, ну кому-нибудь, но хочется поаплодировать, ну давайте здравомыслить, плакаду сниму, что-то начнется, может быть даже Туск, в отличие от Моровецкого, не будет, так сказать, вспоминать нам там Волынскую трагедию, там не будет ставить нам условия вступления в ЕС, шантажировать, он будет мягче, он больше дипломат, он политик европейского масштаба, согласен с тобой, но перестаньте восхищаться им, потому что в разное время сколько друзей было, а сейчас не поймешь, друзья или не друзья, надо не дружбу выстраивать, надо выстраивать взаимовыгодные партнерские отношения, чтобы общение с тобой, Эдуард, было выгодно мне, а общение со мной выгодно тебе, только взаимные как бы взаимные интересы обеспечивают крепкость отношений, а когда одному надо, а второму похрену, то никакая дружба не спасает в международной политике, а и среди людей тоже, в человеческих отношениях такая же история, зачастую, к сожалению, ну ты все уж, простите меня, хлопальщики по поводу назначения Тульска. Пример провожу. Как фамилия президента Чехии Павел, да? Петр Павел. Ну мы же тоже кричали, что он наш друг, наконец-то, вот он генерал сейчас, а потом одну фразу он сказал, второе интервью дал, высказал свое мнение, что неправильно, контрнаступление и не все хорошо, все с радом, ребята, ну так же нельзя, так друг или с радом, а я отвечал, не друг и не з рада, президент своей страны, который действует в соответствии с интересами собственных избирателей, где-то его мысли будут совпадать с нашими интересами, не надо кричать друг, где-то его мысли будут идти в противоречие с тем, что мы хотим услышать, не надо кричать з рада, надо же как-то становиться взрослее в международных отношениях, Дмитрий, хочу кратко пройтись по украинским инициативам, чтобы вы дали ваше экспертное мнение, анализ. Народная депутатка Марьяна Безуглая хочет приравнять мужчин и женщин в вопросе мобилизации, по ее словам отстрочка будет предоставляться, в случае беременности. и я хочу только напомнить, что мобилизация женщин это не просто бред не безугла, это уже целый законопроект. Слушайте, купите ей кто-нибудь твикс. Ну, честно, может быть, паузу сделают, но это невозможно от ее инициатив. Ты же знаешь, что она высказалась категорически против, там, совместное фото вышло, причем, на мой взгляд, очень правильное фото, актуальное, своевременное, очень такое красноречивое фото, значит, главком залужный министр обороны Умеров, они вдвоем, а еще есть они втроем с Ирским, по-моему, и отзывы безуглой опротив. То есть, как это так, главком и министр не посоветовались с Марьяной, понимаешь? Вообще, как они могли позволить себе вот это селфи сделать, не спросив разрешения, народного депутата, понимаешь? Вот, и Марьяна тут разошлась, вот это вот, не время для фоточек и так далее. Ну, ей лучше, как бы, знать, время для фоточек, не время для фоточек. То есть, министр обороны с главкомом уже не могут сфотографироваться, понимаешь? И все это читают наши партнеры западные, думают, господи, да что же там творится в этой стране? Это что касается этого вопроса. Теперь по ее инициативам, значит, приравнять мужчин, женщин, мобилизации. У меня два вопроса. Вопрос первый. Что будем делать с трансгендерами в данной ситуации? Там их много, этих трансгендеров, разных. Название я хрен за, не знаю, но что будем с ними делать? Мы их призываем или нет? Вот, вопрос второй. То есть Марьяна прямо намекает сотням тысяч примерно украинских женщин, что пора валить. Пора валить, пока законопроект не примут, значит, всем небеременным. Пора валить. Вот, мужики пора, значит, по хатам, женщины пора валить. У меня вопрос к Марьяне. Кто будет работать? Ну, кроме усердного труда, собственно, самих народных депутатов Украины, что они трудятся, конечно, не покладая рук. И грустная эта история. Грустная эта история, это наша элита. Второй выходит, есть там такой, как же, мазурашу, говорит, выхожу с инициативой, молиться надо каждое заседание парламента, начинать с молитвы за вооруженные силы Украины. То есть парламент не деньги должен искать на нашу армию, а не экономические законы писать, не, так сказать, решать, что делать с экономикой, социальной политикой. Выплат нет, этого нет, бюджетная дыра огромная, где брать заимствование, как будем отдавать деньги. Это все себе да. Молиться надо за ВСУ. И это все на уровне парламента. И это катастрофа, потому что, Эдуард, мы же каждый молимся за нашу армию, за каждого нашего воина. Мы это можем делать без парламента. Каждый в офисах, в домах, на предприятиях. Парламент, вы должны другим заниматься. то есть, вообще другим. Или там выходит Венеславский, там, экс-представитель Зеленского, значит, парламент говорит, нужно всем проходить, значит, господи, как оно, детектор лжи, да, полиграф, всем чиновникам, да, классная эта штука. Ну, судя по всему, такая избирательная компания, вот такая. Вот, я только не очень понимаю, а зачем? Вот, у нас что, не хватает инструментов, уголовно-процессуального кода с антикоррупционных органов, нам не хватает правовой системы, чтобы различать преступников, я не понимаю. Вот, нет же алгоритма этих действий, когда, как, сколько этих полиграфов в стране, при каких условиях, а что будет, если обманет кто-то полиграф, а как будет, для чего это? Война идет, блин, ребята, бабла нет в стране, в армию надо обеспечивать, военно-промышленный комплекс надо запускать, экономику как-то надо ставить на другие рельсы, чтобы не зависеть от Запада, от каждого патрона, что-то с социалкой надо делать, что-то надо делать с обездоленными, с ранеными, с теми, кто потерял кровь, кто потерял членов семьи на войне, кто потеряли работу, дома, квартиры, как-то возрождать экономику, находить инвестиции, это же задача парламента, задача правительства, а помолимся мы за вооруженные силы Украины сами, без них, и с полиграфом будем потом разбираться, что касается методов мобилизации, это вообще отдельная история, в Израиле третий месяц война, там границы не закрывают, единого марафона там тоже нет, но там, правда, дети и родственники всех министров и членов КНЕСИ-то служат, понимаешь, не в Монако находятся, а все служат, поэтому там вот так вот общество с властью, доверяют друг другу, а сегодня все же видят люди, где находятся дети, племянники, дяди, папы, их родственники, родственники их родственников, друзья, партнеры, водители, повара, ну все же это видят, вот и возникает, а почему одним все, а другим ничего, одни должны, а другие нет, это глубокая дискуссия, и так насильно, ну сколько можно человек вот так, рейдами такими, насильственными, ну сколько, 10 тысяч, 20 тысяч, это решит глобальный вопрос? Нет, не решит, мы же когда-то хайповали над методами мобилизации в России, мол, о, смотри, о, что такое тоталитарный строй, о, видишь, что, блядь, творится в России, да, мы же что, мы же другие, мы же так не будем, мы же Европу, что же мы сейчас делаем? Нужна же дискуссия с людьми, а не, в 22 году все были едиными, единение было фантастическое, очереди стояли в военкоматах, правда, в 22 году не рассказывали, на каком языке родину любить, не пытались уничтожать русскоязычных и уничижать русскоязычных людей, не занимались сносом памятников, уничтожением книг в библиотеке и так далее, поэтому мы были едиными, поэтому Путина остановили, а сегодня начинаем опять внутри себя взрывать, мы уникальные люди, ну уникальные люди, мы внутри себя вот все себя грызем, выгрызаем изнутри, давай мовно пытаемся, там, где мовно пытание, все, единство заканчивается, там, где борьба с памятниками, все, отвлечение внимания от коррупции, оно делает это нас что, сильнее? не слабее, оно создает нам мощные, не, мы становимся сильными или слабыми? Я думаю, слабее мы становимся, вопрос, кому это нужно? Для чего? В угоду чему? В угоду нашим врагам? Внешними и внутренними? Или прочитал информацию, при всем моем уважении, там, замечательная актриса, там, 95-го квартала, Елена Кровец, да, там, 27 миллионов получила, там, на свою программу какую-то, из бюджета, ну что, прямо сейчас это надо? Вот прямо сейчас? Не уверен, ну вот не уверен, потому что нам же каждый день говорят, что денег нет, ни на что, и проблемы, значит, надо же как-то ограничиться в каких-то возможностях, да, и в каких-то таких вещах, значит, надо обращаться к бизнесу, чтобы тот помогал, нужна культура, нужны программы, нужны фильмы, я согласен, но, на мой взгляд, не из бюджета, есть вещи более важные сейчас, чем эту, на мой взгляд, и люди все это видят, читают и понимают, да что, что такое, ну, а как, а где же справедливость? Были же недавно эти скандалы, там, по кинофильмам, по сериалам, там, Горбунов, бывший министр, там, культуры и так далее, ну, только-только же, вот, только-только же эти скандалы, просто еще, Дмитрий, это я про коррупцию еще молчу, про все эти скандалы, каждый день, каждый день, каждый день, многое мы даже не знаем, а спецслужбы западных наших партнеров, все знают, все знают, что происходит, и поэтому тоже, в том числе, они поменяли и охладили тон, поэтому охладился тон общения с нами, потому что они обладают информацией доскональной, сколько всего вывозится, сколько уходит через офшоры, что происходит в тех или иных сферах, и так далее, и так далее, и так далее. Да, по поводу Елены Кривец, вы знаете, только есть один момент, все еще вспоминают, что она кума Владимира Зеленского, и, конечно же, это тень ласится как раз на президента нашей страны, кумовство, оно продолжает помогать, устраиваться людям, под солнцем. Ну, Эдуард, тебе точно не удастся из бюджета, тебе не дадут даже 2,7 миллионов на какую-нибудь твою авторскую программу. Понятно, что, ну, все мы все понимаем, все мы все понимаем, но, вот что не на часе, вот это не на часе, когда ты критикуешь Владу, когда ты поднимаешь какие-то вопросы, связанные с коррупцией, когда ты там свою позицию висловлюешь, стосовно там международных там каких-то вопросов, стосовно международной политики, это на часе, это есть патриотизм, если ты говоришь правду, это не есть расхитывание чего, это не есть подиграшка ворога, никогда еще правда не есть чему-то плохого, правда это хорошая речь, когда ты говоришь правду своему суспільству, когда ты взагалі говоришь правду, делаешь какие-то висновки, какую-то аналитику, какой-то анализ ситуации, когда ты, тогда ты пробуешь виправлять эту или иную ситуацию на часе, а користоваться какими-то такими джерелами 27 миллионов на виробничество какой-то телепрограммы, это больше такой моральный аспект, вот больше моральный аспект, чем да там нарушение чего-то, юридическое, да нет, наверно, нет ничего, все нормально, все понятно, имеешь право, имеешь право, моральный аспект. Я очень надеюсь, что зрители нашего канала и этого видео сделают выводы, и в том числе и украинской власти, то, что мы поднимали в нашем разговоре, оно сделает изменения в наших мыслях и в наших действиях. Дмитрий. Перемен требует наших сердца, перемен требует наши сердца, ты это хотел, да? У нас же ЦОЯ уже опять разрешен, ты знаешь, у нас же ЦОЯ запрещен, ЦОЯ разрешен, вот, спасибо многим и воинам нашим и так далее, у нас же тоже депутат Пипа хотел аж запретить ЦОЯ, но нет, уже разрешили. Кстати, вот извини, если есть еще минута, про что такое внешняя политика, международная политика, дипломатия, и насколько наш МИД, на мой взгляд, под управлением Дмитрия Кулебы, не соответствует современным вызовам и так далее. Вот смотри, сегодня утром полукраины удивляется, почему Австрия вдруг как бы присоединилась к такой антиукраинской риторике. Ну, то есть Венгрия, понятно, привыкли, там Словакия, ладно, хрен с ним, там ФИЦО командует, а что это Австрия вдруг высказывается против даже начала, значит, диалога с Украиной о вступлении в ЕС. Как, почему? Ну, мы же Райфайзен, банк, какие-то же там реестры, терроризм, не терроризм, это как с венгерским ОТП банком, это как с китайцами, мы думаем, что это вот у нас как-то с ними не получается, ну, как, чего? Ну, мы же Алиэспресс, Алибаба и 40 разбойников, мы же там санкции на них накладываем, значит, в Китае такое государственное устройство, там коммунистическая партия, там авторитаризм, там государство помогает всем своим частным компаниям на международных рынках, защищает их. Ну, для чего мы это делаем? Зачем? Вот я не могу понять. Давайте тогда накладывать санкции на американские компании чипы и чипы разнообразные, так сказать, комплектующие, которые попадают на российский рынок, и Россия делает из них ракеты, дроны, которые летят на Украину и убивают наших людей. 80% комплектующих российских ракет это производство западных компаний, 80% из которых это американские компании. Ну, давайте. Что это за выборочная история? Зачем нам нужен этот австрийский банк? Вот сейчас, когда нам нужно каждое слово получить положительное от каждой страны члена ЕС, если мы хотим этого добиться. Ну, разве это, разве это, как бы, так сказать, разве это внешняя дипломатия высокого уровня? Разве это внешняя политика коммуникации и так далее? Разве это перспективная история? Думаю, что нет. Значит, мы сами создаем сложности, потом пытаемся, мы же сейчас этот банк вычеркнем с этого реестра, как мы вычеркнули ОТП-банк. Хочешь, вставляешь, хочешь, вычеркиваешь, но так не работает. То есть, ложечки-то найдутся, а осадок у наших партнеров остается. Это раз. И второе, это не очень хорошая история для западных партнеров, потому что там же демократия. Они не понимают, а как это государство так принимает решение? В понедельник этот банк спонсор терроризма, в среду, не-не, уже приличный банк. Так он приличный или неприличный, спрашивают на западе. То есть, у вас там в Украине принимают как решение? В ручном режиме спрашивают нас? И попробуем что-то, значит, на эту ситуацию. Ответь. Не удивляемся, почему вот так вот у нас, мягко говоря, перестают складываться отношения со странами глобального юга. Мы тональность выбираем неправильно. С точки зрения построения очень тонких дипломатических... Дипломатия это тончайшая штука. Тончайшая. Там же битами не играют в бейсбол. Это шахматы, это преферанс политический. Почитайте Киссинджера. Просто почитайте про дипломатию. Что это? Как это все происходит? Ну, мы вот это вот понеслась. А потом, что это, говорит, ответка какая-то прилетает? Да почему же это так? Ну, вот потому что. Вот и все. Да, если ответочка прилетает, вы умеете держать удар. Ну, что же, надо уметь держать удар или надо тогда какую-то, ну, какую-то стратегию. То есть, какова наша стратегия? Вот у нас есть стратегия. Как мы планируем выстраивать отношения с Ближним Востоком? Там нефть, там газ, там бабло. Как мы планируем переманить на себя хоть часть стран глобального юга? Потому что просто их пугать, или вы нам помогаете, или Путин на вас нападет, не работает. Это может работать для Европы. Где страны глобального юга, где Путин? Чего они должны его бояться? Значит, это не работает. Значит, нужны экономические, контрактные, партнерские отношения. Тогда придут инвестиции. Мы должны предлагать, а не требовать. вот это и есть, на мой взгляд, высший пилотаж. Поэтому, друзья, развивайте свой высокий высший пилотаж, ну и, конечно же, помните о том, что чем выше вы летаете, тем больнее бывает и падать. Друзья, не забудьте, что у Дмитрия Спивака есть свой YouTube-канал и также Telegram-канал «Правда Дмитрия Спивака». Кто еще не подписан, обязательно это сделайте. И также мы просим вашей поддержки телеканалу «Политека». Поставьте лайк этому видео, с вас подписка, друзья. Ну и, конечно же, самое главное, берегите себя, ваших родных и близких. Дмитрию благодарен за вашу аналитику и, конечно же, до следующей среды, до следующей встречи на нашем канале.